Всем привет! Вы на канале Будни Обжарщика. Сегодня у нас очень интересная встреча. С нами будет общаться Наталья, автор и основатель-основатель канала Каваист. С чего появился Каваист? Что это такое? Для кого это? Каваист — это в первую очередь мы создали телеграм-канал. Наша цель была именно масштабирование кофейной культуры. Мы хотели рассказывать обо всем, что связано с кофейным миром именно в Украине. Это была наша цель. Откуда он взялся? Есть такая компания, не компания, а Холдинг, ЦентрПро. Я думаю, о ней знают больше, как о компаниях про кофе и про бар. У владельцев этих компаний появилась идея создания такого телеграм-канала с целью масштабирования кофейной культуры Украины. А то есть это Каваист? Это как бы прирост так или... Ну, это, грубо говоря, это просто отдельная часть компании, которая владеет Холдинг. Есть про бар, есть про кофе, есть другие предприятия, которые занимаются другими вещами. Они посудой продают, да, они и сиропом, они нам занимаются. Но и вместе с этим вот было принято решение создать такой телеграм-канал. Почему? Потому что очень много на самом деле каналов, каких-то передач о кофе, но мало тех, кто пытается донести информацию именно до конечного потребителя. Все как-то больше специалисты общаются между собой. Есть там попытки привлечь конечного потребителя. Они чаще заключаются в каких-то фестивалях, где встречаются и профессионалы, и потребители. Но вот такого информационного канала, на котором бы рассказывали доступным языком о профессиональных вещах, таких каналов нет. Ну, как бы, по крайней мере, мы так считаем. Мы не знаем таких каналов. Обычно, как бы, это какая-то связь между кофейными лидерами, да, типа, людьми, которые варятся в этом всем. Сколько людей задействовано в этом канале? Три человека занимаются, даже, наверное, не три, наверное, нас двое. Мы занимаемся контентом. То есть кто-то меня контролирует, но вот в основном, в основную часть делаю я. Ну, как основную часть? Я делаю все практически. Меня контролируют, мне там дают какие-то идеи, меня редактируют. А зачем заключается именно контроль? Ну, прежде чем там ехать, допустим, брать у кого-то интервью, я ставлю в известность свое руководство о том, что вот, ребята, беру интервью и того-то. Почему так вообще происходит? Потому что изначально я вообще боялась делать что-то не так. Я человек не из кофейного мира, то есть мои знания кофе, мое потребление кофе заканчивалось на банке лаваций, и до этого было Нескафе, и все было как бы нормально. То есть когда я пришла в этот мир, тем более я как бы понимаю, что я работаю в компании, которая занимается кофейным оборудованием, но я не понимала, насколько это будет корректно, там, встречаться там с ребятами, там, с каких-то других компаний. То есть я раньше всегда просила там подтверждения. То есть мне говорят, да, окей, можешь туда ехать. Не было такого, что я сказала, я хочу поехать, а мне сказали, нет, не едь. Но у меня такое, знаете, внутреннее чувство страха было вдруг, что-то делаю не так, что-то сделаю не так. Поэтому да, это первое. Второе, там, когда я готовлю какие-то вопросы, я тоже их отправляю на утверждение. Мне там говорят, было бы неплохо еще спросить об этом, или вот этот вопрос, это прям прямая реклама, нужно задать его как-то по-другому. Потому что мы, ну, мы не хотим, чтобы нас, ну, как бы осуждали за то, что мы делаем прямую рекламу. Поэтому, ну, вот как-то так это выглядит. Нету такого, что надо мной стоят с нагайкой, говорят, вот это обязательно сделай, этого не сделай. А до этого ты работала в компании? Нет. Нет, я не работала в компании. Как журналиста? Меня заняли, ну, да, скорее, журналистом я тоже себя не могу назвать. Я не занимаюсь ни журналистикой, я не занимаюсь кофе, я его не варю, я его не жарю, я человек вообще абсолютно из другого мира, я всю жизнь работала в ритейле, там, в международных компаниях, и как бы, как бы и идея у компании была такая, чтобы взять человека с улицы, у которого нет вот этого предвзятого отношения к кофе, чтобы я не пила ваш кофе и не говорила, блин, кислый, горький. Вот они взяли, то есть я вместе с каваистом все изучаю параллельно. Поэтому у нас это получается такой живой контент, то есть там я могу задать какой-то нестандартный вопрос, то есть вы задаете вопросы, а все вопросы профессиональные, да. Я же могу задать там какой-то девчачий вопрос, да, вопрос обычного потребителя. И делается это для того, чтобы донести в первую очередь и до людей из кофейной индустрии, вот это вот как бы наш послал, что как бы вокруг очень много людей, которые кофе вообще абсолютно ничего не знают. То есть простым языком? Ну, мы стараемся, мы стараемся, нам, конечно, сложно, потому что все вы говорите сложным языком, мы стараемся. У нас даже где-то, у нас есть рубрики, в которых мы делаем специальные ссылки, как бы рассчитывать, чтобы не засорять этот весь наш эфир, да, не писать там в скобках, что это значит, мы делаем специальную ссылочку, и человек может перейти и посмотреть, что такое кровати, на которых сушится кофе, да, что такое каппинг, то есть мы делаем такие ссылки для обычных людей, чтобы они были более комфортно им было читать нашу информацию. Мир кофе, он тебя затянул, на самом деле интересно, или чем больше ты копаешься в этом, понимаешь, что как бы это все раздутая мишура вокруг обычного напитка? Ну, мне сложно ответить на этот вопрос, мне интересно, однозначно интересно, но мир кофе, он достаточно сложный и очень суровый, я не могу понять, почему это так происходит. Знаете, я всю жизнь работала в ритейле, и я думала, что там все очень плохо, вот тут тебе в глаза будут говорить, что ты классный специалист, а за спиной уже будут готовить тебе заявление на увольнение. Я думала, что там плохо, но в кофейном мире, мне кажется, все еще намного сложнее, намного страшнее, мне кажется, очень много лести, но это лично мое мнение. Ну, я тоже немножко присоединюсь к ответу и скажу свой личный опыт, что в каждой сфере, чем глубже копаешься, чем выше ты поднимаешься, тем круг людей, с которыми ты общаешься уже наравне, сужается, и тем там как бы сложнее, потому что конкуренция нарастает и тоже появляются разные и негативные стороны отношений. Мне кажется, это в каждой сфере такое есть. Ну, понимаешь, мы находимся в такой ситуации, вот кофейная индустрия сейчас развивается, да? Лично мое мнение, что мы должны объединяться, мы должны коллаборироваться, это прям очень важно. Почему? Потому что рано или поздно все обжарщики друг другу продадут этот кофе, да? Продадут всем кофейням этот кофе, вы там откапитесь, проведете тысячу чемпионатов, и что? И стоп! Есть еще обычные обыватели, люди, которые действительно ничего не знают о кофе, вот не знают они, и нужно достучаться до них. А вот этот вот кофейный снобизм, вот эти вот рамки, они только отторгают этих людей, об этом говорится везде и постоянно, да? Есть кофейные снобы, которые, да, там не нальют тебе этот американо, но мне кажется, что таким образом мы только вот оттягиваем этот процесс развития, нужно больше все-таки людей вовлекать. Сколько времени уже существует канал? Полтора года. За полтора года, если зайти на инстаграм, посмотреть, у вас 10 или 20? 10 подписчиков, ошибаюсь. 10-300 сейчас подписчиков на инстаграм, и 2-300 на телеграм-канале. Рассказать, откуда мы их взяли, я так понимаю, да? Я просто сравниваю с нашей работой, мы их бы тоже там наваливаем по контенту неплохо, и у нас где-то 15 человек не хватает до полторы тысяч. И как-то вот так сложно. Мы уже, ну, почти год, ну, в принципе, инстаграму нашему полтора года, но почти год, как мы вот активно, вот прям там к нам присоединился оператор Вячеслав, и мы вот уже там чуть серьезнее начали выступать по контенту, то как-то вот больше 100 человек в месяц, но не получается, при том, что мы в последнее время каждый ролик пускаем в рекламу. В чем секрет? Как можно вот так раз и... Вообще, абсолютно, ребята, никакого секрета нет. Бабло побеждает зло. Мы создали телеграм-канал, и мы понимали, что нужен какой-то ресурс, с помощью которого мы будем его рекламировать. На телеграм-канале, как известно, рекламы нет. Она никуда не запускается, там только один телеграм-канал может рекламировать другой телеграм-канал. Все. Самый, один из самых лучших источников рекламы и один из самых доступных это Фейсбук. Поэтому мы пошли самым простым и легким путем. Мы купили уже готовый Инстаграм с подписчиками. Что это дает? На самом деле, это дает только... Если развернуться уже в обратно, посмотреть, это было правильным шагом или это было ошибкой? Я не могу сказать, что это была ошибка. Мы создали его для того, чтобы была возможность добавлять ссылки в Инстаграм. То есть, на Фейсбуке ты запускаешь рекламу, но в Инстаграме, если у тебя есть больше, чем 10 тысяч подписчиков, ты можешь добавлять активные ссылки. И это всегда хорошо работает, когда мы запускаем какой-то интересный ролик или делаем какой-то анонс. Мы делаем ссылку, и люди переходят на телеграм-канал. Ну, сказать, что у нас там вал какой-то сильно большой. Нет, ну, это такой себе способ взаимодействия двух социальных сетей, ну, как бы, ни больше, ни меньше. Вот и все. Просто очень много людей, да, на нас подписаны люди в Инстаграм. Что мы сделали? Как мы подписывали себе, как мы точнее набирали себе подписчиков, да, живых подписчиков? У нас было несколько розыгрышей. Мы делали розыгрыш с денежными призами, то есть таким образом мы как бы взяли себе вот эту аудиторию живую, она у нас есть. То есть помимо, мы когда купили канал, там было 15 тысяч человек, вот эти 5 тысяч постепенно отписывались, но вместе с ними подписывались те люди, которым действительно это было интересно. Поэтому как бы, когда мы проводили эти конкурсы, вот в этот период времени на нас подписалось достаточно много людей. Я слышал, что после того, когда приз уже к кому-то ушел, победители, эти люди обратно отписываются, потому что это такие люди, которые как раз охотники за... Ну, да, мы с таким столкнулись, но смотри, в Инстаграм на самом деле не очень отписываются, больше подписывались в Телеграм-канале. В Инстаграме ты, как правило, если ты куда-то подписан и если ты туда не заходишь, то тебя это вообще никак не касается и не волнует. Там таргетинг происходит, если ты постоянно ходишь, юзаешь эту страничку, то да, ты ее видишь. Если нет, то нет. У нас это не особо отражается. То есть, к нам люди приклеились и они с нами остаются в большей степени. Сейчас, вот как у вас там появляется какой-то контент, вы вкладываетесь в рекламу или уже сарафанное радио работает, там подписчики, у вас уже основной косяк есть, сейчас у нас рекламы очень мало. У нас сейчас такой после коронавируса небольшой застой. Мы все думаем, в какую сторону развиваться. Мы запускаем рекламу, но очень редко, и мы больше запускаем рекламу для того, чтобы привлечь людей в наши рубрики. У нас есть рубрика «Рекомендуем» и у нас есть рубрика «Зерно». В рубрике «Рекомендуем» мы рассказываем обо всех, кто хоть как-то связан с «Кофейным миром», то есть мы предлагаем написать о себе небольшой фановый текст. Вот в этом плане мы через Facebook запускаем рекламу и запускаем рекламу, когда предлагаем написать о своем «Зерне» в рубрике «Зерно». Но могу сказать однозначно, что все-таки лучше работает, когда ты лично человеку пишешь и лично предлагаешь. Но опять-таки сложно. Людям нашим сложно понять, зачем мы это пишем у себя на канале и не берем за это деньги. Когда ты говоришь «Напишите какой-то фановый текст», людям очень сложно написать. Вот все в тупую пишут, что мы так классные, мы вот продаем вот такой кофе, все. А вот творчески подойти так, чтобы читателю, обычному обывателю было интересно об этом почитать. Вот таких текстов мало. У нас был случай, к нам обратилась компания, которая занимается производством мебели для кофе, для ресторанов. И они такие, мы бы хотели, вот тоже они, где-то они увидели рекламу, мы бы хотели. И я говорю, окей, но вот такое условие, прямая реклама не нужна. Вот давайте какую-то скрытую рекламу. Они такие, ну да, хорошо, думаю, садитесь, наверное, как и все, как и обычно. Потому что обычно это людей в ступор заводит. Слушайте, они нам через полторы недели такой классный текст дали. Ну вот настолько ребята творчески к этому подошли. То есть, как бы, ну, результат есть. Но больше, да, сарафанное радио все-таки больше работает. И вот если напрямую людям звонить и писать, то это лучше работает, чем реклама. Потому что рекламу на самом деле люди тоже вот так вот пропускают. То есть, мы же говорим о том, что мы информационный телеграм-канал о кофейной индустрии. Нам недавно написал парень, который занимается парфюмерией. И такой, я бы хотел у вас вот запустить рекламу. Я говорю, ну, если у вас духи с запахом кофе, то можем, конечно, попробовать. Канал, он приносит каких-то денег? Нет, он не приносит никаких денег. Единственное, скажем так, что мы имеем с этого канала, это у меня дома лично может стоять какой-то там вкусный кофе, который мне подарили после какого-то интервью. денег мы не зарабатываем. Меня этот вопрос, как человека, который всю жизнь проработал в ритейле, очень сильно волнует. Я все хожу и спрашиваю, где же, когда же, когда же. Но все-таки мы пришли к выводу, что своими действиями все-таки популяризируем культуру развития кофейного бизнеса. и вот те деньги, которые крутятся в этом бизнесе, они где-то там частично мы там тоже какой-то процент приносим. Но если я буду называть компанию Парабар, то я только так знаю. Я так понимаю, что основной спонсор каких-то рекламных затрат, зарплатного бюджета, это эта компания. Если вкладываются деньги, то должна быть какая-то польза в сторону компании. Да, вы абсолютно правы, но польза в сторону компании. Можно заниматься этим как хобби. Вот я там настолько любил, помимо работы я там рассказываю, снимаю ролики про кофе. Мне это нравится, припустим. Ну, мне кажется, если бизнесмен вкладывает деньги, то есть какая-то цель в дальнейшем получить какие-то дивиденды с этого канала. Ну, смотри, вы снимаете свои ролики, вы на них зарабатываете? Нет. Нет. Вы зарабатываете на обжарке. Посмотря что, если говорить о непосредственно прибыли с канала, то нет. Но мы зарабатываем какие-то плюсики у нашего клиента. Карма? Да. Не карма. Ну, обратная связь, какое-то лояльное к вам отношение, но вы же за эти видео деньги не получаете никак, они не масштабируются. На ютубе у вас еще не такое количество просмотров, чтобы вам за это деньги прилетали. Грубо говоря, это ваше хобби. Вот у ребят это тоже, можно сказать, что это хобби, но это информационный канал, который пропагандирует, я повторюсь, развитие кофейной индустрии. И это приносит деньги. Ну, как ни крути, но это приносит не нам лично деньги, но это вот такой вклад в кофейную индустрию. в тех масштабах, которые они тратят деньги на свое развитие и на свой бизнес, чтобы на этом как-то там сильно экономить или на этом зацикливаться. Это не большие деньги. Самые там большие деньги у нас уходят, когда нам нужно сделать нашу рекламную продукцию, да, там на это уходят деньги, но мы это там делаем раз в полгода, мы там делаем закупку, на этом все заканчивается. Компания может себе это позволить, это не сумасшедшие деньги. Кто непосредственно обрисуйте образ ну не клиента, а там читателя канала, подписчика вашего, на кого нацелен канал? Ну опять-таки, мы бы очень сильно хотели, чтобы специалисты кофейного мира слились воедино с обычными обывателями. Если взять в разрезе пациентного соотношения наш телеграм-канал, все-таки телеграм-канал это наш основной информационный канал, инстаграм и фейсбук это уже вторичные вещи, мы ориентируемся на телеграм-канал, мы хотим, чтобы он развивался, потому что там более осознанный читатель, то есть если ты подписываешься на какой-то телеграм-канал, то ты его по-любому будешь читать, не так, как в инстаграме посмотрел картинки, пролистал и забыл, то есть ты какой-то вызвал интерес. По нашим наблюдениям, у нас где-то 60 на 40, это плюс-минус 60 процентов это обычные обыватели, 40 процентов это специалисты. Даже, мне кажется, можно найти этому объяснение, потому что когда мы проводили два розыгрыша, первый у нас назывался премия авторив, это для всех желающих, вы могли написать текст на кофейную тематику, мы его бросали на голосование, и там методом голосования мы выбирали трех победителей за месяц. Из людей из кофейного мира в этом мероприятии поучаствовало всего три человека, писали обыватели, при том эти три человека тоже поделились, два написали на такую специфичную кофейную тематику, один написал такой шуточный, это такой Толик написал, шуточный такой рассказик, то есть людям это интересно, они вовлечены, да, их тексты были слабыми, они были не всегда интересными, больше, знаете, люди рассказывали о своих каких-то там эмоциях, о своих параллелях, связанных с кофе, а когда мы запустили, тогда к нам пришло очень много подписчиков, это был наш основной читатель, они там лайкали, они были вовлечены, им было интересно, когда мы запустили следующий розыгрыш CoverEast VideoFun, на котором нужно было, в котором нужно было снять профессиональное видео о любом кофейном напитке, неважно, авторское, не авторское, нужно было снять, как ты его готовишь, отозвалось очень малое количество людей, то есть он у нас просуществовал всего два месяца, если тот мы тянули полгода, то этот просуществовал только два месяца, ребятам не настолько это интересно, или они не видят в этом потребность. Я правильно понял, этот конкурс был направлен на профессионалов? Да, на профессионалов. То есть можно с этого вывода сделать, что профессионалы как-то то ли более пассивные, то ли заняты, то ли скептически относятся к молодому каналу? вот вариант заняты, можно убрать, я думаю, это скептики, и ну да, и лень все-таки, потому что нужно, у нас были просто такие случаи, когда мы объявляем конкурс, мы требуем тоже какие-то правила, мы хотим тоже какую-то уникальность, мы на что-то претендуем, нам ребята сбрасывали видео, с которыми они участвовали в других конкурсах, например, там конкурс Галычина, то есть они нам сбрасывали, типа мы там не выиграли, может мы у вас выиграем, мы такие, блин, мы тоже претендуем на уникальность, мы как бы меньше всего хотим тут рекламу Галычины насколько я там запомнил, 60% ну так условно это обычные потребители кофе и 40% профессионалы, когда вы создаете контент, как вы лавируете, как вы подбираете этот контент, чтобы было в одно же время интересно и обычному человеку, и тоже не скучно профессионалу, или наоборот, чтобы профессионалу когда интересно, то обычный человек ничего не понял и удалился. Ну слушайте, вызвать интерес у профессионалов это очень сложно, потому что большинство наших профессионалов считают, что они все знают, да, и все наши статьи, это для них это так, у нас там есть статья по поди в экстракцию, она там всех вводит в какой-то шок, мы постоянно, на этот раз, кстати, нам ничего не написали, да, там мы четвертый раз мы уже провели, профессионалов сложно удивить, поэтому, скажем так, грубо говоря, на них мы там особо не ориентируемся, мы там пытаемся найти какую-то интересную тему, мы осознаем, что кто-то прочтет, кому-то понравится, кому-то не понравится, но мы бы, конечно, хотели больше ориентироваться на конечного потребителя, но вместе с этим просто рассказывать конечному потребителю, что такое американо, что такое фильтр кофе, это очень классно, но мы хотим, чтобы конечный потребитель понял вообще серьезность происходящего, чтобы он понимал, что вот этот вот стакан с вот этим спешаком, это прямо очень много усилий и очень много человеческого труда, поэтому на нашем телеграм-канале мы всегда притягиваем себе специалистов из мира кофе, чтобы конечный потребитель вообще понимал, насколько это все сложно и насколько это все масштабно. Да, мы все-таки больше ориентируемся на него, но наш канал не о заваривании американо, приготовлении точнее, да, наш канал все-таки это что-то, мы хотим вот до людей донести важность происходящего в кофейной индустрии и только если мы будем им рассказывать о том, что вот есть такие ребята, да, которые вот так вот жарят, у меня лично очень много знакомых, которые там до сих пор думают, что кофе растет на стенах во Львове, знаете, в каких-то там комбах, которые до сих пор уверены в том, что кофе вот в таком виде, в котором он есть, он такой и есть. То есть люди этого не знают. Мы все-таки стараемся больше ориентироваться на них, но без профессионалов мы не справимся. Тогда сразу вот вопрос, если уже там теребить наших профессионалов, ваша коллаборация с Мариной Пензи, это попытка натыкать носом профессионалов в их недоэкстракцию. В экстракцию попадают все. Заметьте, попадают практически все. Другое дело, дело вкуса. Нет, мы взяли на себя миссию эксперимента. Марина, она открыта всегда к предложениям. Как-то где-то в очередной раз я там у нее что-то капилась, чему-то она меня учила. и она такая, слушай, давай проведем вот такой еще эксперимент. Я такая, слушай, а давай. Марина же участвовала у нас обзор кофемолог. В прошлом году в карантин мы делали с Бабичем. И Марина там тоже была с вот такими вот всеми своими вещами. да, да, да. Вот, то есть ей тогда этот эксперимент понравился. Поэтому наша коллаборация это такое вот дружеское мероприятие. Нам же главное что? Нам же главное 10 тысяч шагов пройти. Что там? Какая там экстракция? Вы о чем? Как профессионалы отнеслись к этому? Ну, есть, были кофейни, которые нас приглашали туда. Как отнеслись профессионалы? Подписчики нашего телеграм-канала да, требовали зачем? Типа, ну зачем? Ну зачем вы это делаете? Ну у нас нету цели тыкнуть никого, как вы говорите. Нет, ну это просто интересно. Ну а зачем вот этот аппарат за тысячу долларов вообще нужен? Просто для личного использования. Да, нужно показать. Слушайте, у нас были факапы с некоторыми заведениями, там, когда у ребят начинали дрожать руки, то есть, блин, к ним пришел какой-то человек, попросил сказать им, какая закладка и какой выход. У них дрожат руки, и ты такой понимаешь, господи, это все такая пыль в глаза этим людям, когда люди тебе приходят и заказывают кофе, то ты такой весь из себя нормальный, и когда тебе просили сделать что-то, с чем ты раньше не сталкивался, ты такой бедный весь растерялся, задрожали руки, дали нам какой-то непонятный кофе, какой-то у них там непонятный выход, и все. И на этом все закончилось. Никого мы такнуть не хотели, это просто эксперимент. Мы решили, что мы сделаем еще один поход, хотим сделать не топовые кофейни, вот хотим пройтись по какой-то там чуть ли не арома кави, посмотреть, как будут обстоять дела там. Мы же даже были в Пеликан, да, да, где как бы есть робуста, и ребята там тоже попали. то есть другое дело, каким был на вкус этот кофе. Специалисты, да, хотят, чтобы мы писали комментарии, чтобы мы говорили, где какой кофе, но Марина сказала, что она не может взять на себя такую ответственность. Наше мнение остается при нас. Мы даже везде на видео повырезали вот эти моменты, где мы крилимся, зажимаем глаза, сплевываем куда-то этот кофе. Будут ли еще какие-то вот такие совместные работы с Мариной Пензей? Я уверена, что да. Да, есть у нас еще одна идея. Не могу пока сказать, но будет, да, будет обязательно. Ну вот вам интересно смотреть это? Конечно. Какие вы для себя выводы делаете, когда вы видите нашу рубрику «Попади в экстракцию»? Ну, во-первых, я давно уже задумываюсь о покупке рефрактометра, потому что ну, если каким-то делом занимаешься, то я люблю копать прям в корень. И я хочу понимать то, что я жарю, то, что я заварю, насколько я попадаю в экстракцию. Это первое. Второе, то, что ну, мне интересно посмотреть на самом деле в каких заведениях насколько ну, хорошо вы варивает кофе. Потому что как в последнем видео вы говорили или это в комментариях каком-то было написано, что мы не даем характеристику вкусовых, потому что это очень субъективно. Ну вот, а мы только показываем сухие цифры, а там делайте выводы конечно же сами. то, ну, конечно же, кроме того, что я примерно знаю, где вкусно, где не вкусно, в каких кофейнях, но еще интересно конечно же и даже себя как-то вот отклибровать что-ли с этими цифрами. То есть, если мне там вкусно, а тут например там по экстракции не дотягивает, а там мне было невкусно, а там наоборот хорошо, то ли место вкусно, что-то не так, то ли действительно вот очень субъективно. Очень субъективно и я как человек, который вот находился с Мариной, все это время пока мы проводили этот эксперимент, я могу сказать, что вот эти вот цифры практически ничего не значат. То есть, вот многие очень попадают, но сказать, что где-то мы пили прям действительно такой, что вау, таких кофеен было там вот за все наши походы там 3-4, а вот кофеен, в которых ты пил и морщился было намного больше, при том, топовые кофейни тоже попали в этот список, поэтому мы как бы приняли решение. Ну, я скажу так, честно, те кофейни, я же не все кофейни знаю, не всех был, те кофейни, которые я знаю, я просматриваю, прям интересно, а если есть место, даже я про которое не слышал, то я просто проматываю, ну, потому что какая мне там разница, сколько там экстракций, я даже не знаю, кто это такие. Кто это, да? проматываю, чтобы времени не так много сидеть там, смотрите, прям весь YouTube. Ну, в принципе, после ваших походов, сколько серий, кстати, было? Три. Три? Когда я пришла в кофейный мир, я была более лояльна к происходящему. Сейчас, наблюдая вот эти вот все вещи, я понимаю, что на самом деле конечного потребителя очень часто обманывают, там, типа, сварить какой-то, слушайте, история, да, мы заходим в одно из популярных заведений города Киева и заказываем с Мариной ариш кофе. Вот мне, когда первый раз для моего телеграм-канала приготовили ариш кофе, я тоже не знала, как он должен выглядеть. Я не знала, что хлопья, которые сыпятся, это уже прокисшие сливки. И вот тут происходит такая же ситуация, мы вот два человека, обычные быватели, выдают. нам выдают и нам дают, то есть, нам готовят этот ариш, приносят на стол, при том, это, ну, это топовое заведение, там, средняя цена завтрака, там, 180 гривен, да, они нам, приготовили этот ариш, ставят, а он так красиво падает, знаете, как вот эти вот игрушки зимой, когда ты ее трусишь, такой снежок. Я так понимаю, сливки сворачиваются и... Мы сидим, смотрим на это все. Марина такая, я не буду это пить. Он такой, пришла бы там моя мама, моя подруга, ариш, конечно, да, то есть, они вот так вот в наглую, он такой, да нет, я сейчас уточню, побежал, значит, за барную стойку, пришел, говорит, я вам, наверное, его слишком поздно вынес, ну, типа, в смысле, то есть, сливки за эти 3 минуты, пока ты нам нес, вдруг испортились и свернулись, ну, типа, или как, ну, то есть, и таких примеров много, да, или, когда там, приготовили нам кофе, потом мы такие искривились, ой, подождите, мы сейчас переготовим, мы там увидели нас эту штуку, то есть, вы можете представить себе, что происходит с обычными потребителями, когда они приходят, и им дают какой-то кофе. Это самое большое разочарование было, вот как с Аришем, или еще были какие-то, были еще разочарования, конечно, когда мы пили кофе, в топовых кофейнях, и я такая шла, и такая, воды, воды, молока, молока, мне плохо, я прям понимала, что у меня интоксикация, начинается кофейная, какая-то кофеин, начинает выпить, ну да, я все-таки больше разочарована. А были какие-то, ну такие открытия, когда, там, кофейня, на которой ставок особо, ну, не было, и тут раз, вдруг, просто, порадовали вас очень классным, вкусным продуктом. Да, это был первый раз, вообще, наш первый поход, с Мариной Пензи, А можно называть? мы плохих называть не будем, некоторые топовые заведения, а хороших можно и... есть такое заведение, турка на гончара, при том, при всем, вы же понимаете, да, я человек, не из кофейного бизнеса, то есть, то, что я там где-то сходила на какую-то сенсорику, на какую-то калибровку, это как бы так себе. И они нам делают этот допио, я такая пила, говорю, да ладно, да ладно, было очень вкусно, было нереально вкусно, и мы потом шли, и такие, блин, ну, зачем же мы пришли сначала сюда, и весь кофе, который мы после этого пили, он был не настолько ярко выраженный, как там. Вот, да, мы после этого, мы, кстати, побежали в турку, уважаемое руководство турки, если вы увидите это, хотела бы все-таки услышать ваши комментарии по этому поводу, мы пошли в турку, думаем, блин, там крутой кофе, у нас же есть рубрика «Що нас не дамо», где мы оцениваем завтраки в заведениях, пойдем еще там позавтракаем, мы еще посмотрели меню, там должно быть все так вкусно, класс, и в общем, мы пришли, и мы были разочарованы, вот только кофе у них был нормальный, еда была такая себе, и нам еще не тот чек принесли для оплаты, мы уже рассчитались, я уже, когда дома готовила контент, такая посмотрела, думаю, блин, чек не тот, мы реально заплатили вообще за какой-то, за другие продукты, никакой Наполеон мы там не ели, мы об этом написали на своем телеграм-канале, как бы девочки сказали, что разберутся, предложили нам вернуть деньги, мы сказали, что денег нам не надо, просто как бы объясните, почему, ну как бы, как получилась такая ситуация, потому что мы увидели, я потом уже, когда дома в спокойной обстановке это все анализировала, я увидела все эти моменты, как девушка там спрятала чек, она принесла его помятым, знаешь, я такая, она такая, знаешь, приносит терминал, такая, кладет один чек, потом, я говорю, можно чеки мне сфотографировать, я такая, это все проанализировала, думаю, она это или специально сделала, или растерялась, знаешь, ну всякое бывает, знаешь, там человека растерялся, она не знает кто мы, ну пока там нас еще так не узнают, знаешь, такого еще не везде, и до сих пор эта ситуация как бы не решена, я им там пару недель назад написала, то есть как бы нам не объяснили, то есть турка вроде бы как кофе нас очень удивила, но вот этот момент меня прям расстроил. Мы говорим о контенте, и я так слышу, он очень разношерстный, то есть есть походы в кофейне, есть там какие-то беседы, там с обжарщиками, там про то, про все, есть какая-то структура, какие-то рубрики, я слышал, вот слово было, у нас еще есть рубрика, какие рубрики есть? Да, рубрик у нас на самом деле много, ну смотрите, когда меня пригласили вести этот телеграм-канал, у меня же было свое видение происходящего, я там где-то на своих страничках что-то читала, понимала, как нужно вовлекать аудиторию, и я как человек, пришедший там, грубо говоря, с улицы, и мне было свое представление. Тот контент, который я предоставила руководству, сейчас в корне отличается от того контента, который вот есть сейчас. Сложно, сложно, был план, мы там планировали по понедельникам, у нас там должна была быть рубрика, к примеру, кофе на улицах, да, мы хотели там фотографировать людей там с кофейными чашками, кто где пьет, мы хотели такое, да, мы хотели рассказывать об истории кофе, о географии кофе, но в какой-то момент, когда я сама начала больше что-то узнавать и чему-то учиться, у меня, знаете, такой ступор появился. Я знаю, что есть такой вид журналистики, когда ты открываешь кучу статей и вытаскиваешь оттуда информацию, есть такой вид журналистики, но мне стало неинтересно, я такая говорю, блин, да я рефераты тупо пишу, мне неинтересно, мне интересно с кем-то пообщаться, поэтому, как такового контента нет, есть рубрики, да, есть рубрики, о чем говорит зерно, есть рубрика, где деньги, о которой мы пишем о финансовой стороне, но мы тоже сейчас столкнулись, вот уже, по-моему, три недели ничего не пишем об этом, потому что мы столкнулись с тем, что мы уже, по-моему, обо всем о деньгах написали, типа, и где они берутся, и как их вкладывать, и что с ними делать, как бы, вот, пока мы ждем, у нас там есть еще одна идея, одну стейку можно написать, да, у нас есть рубрика, еще на снеданок, у нас есть визитка, да, первая рубрика, когда мы берем у кого-то интервью, мы коротко пишем о героях, но сейчас мы как-то уже уходим от этого, мы чаще просто даем ссылку на человека, у которого мы берем интервью, вот, рубрика про варка, это непосредственно интервью, в котором мы задаем какую-то тематику и общаемся с гостем, сразу, первые наши про варки были, это с владельцами, со владельцами кофеины, мы там задавали им типичные вопросы, какое оборудование стоит, как пришли к выводу, почему так назвали, это были наши первые про варки, да, сейчас мы уже стараемся задать какую-то более интересную тему, мы прям вот просим, что давайте поговорим, например, о дриппакетах в разрезе, не ваших дриппакетов, типа, вот в общем, да, сейчас там, я там, я все мечтаю взять у кого-то интервью на тему многоразовой посуды, вот мне, даже пускай это будет не кофейщик, пускай это будет непосредственно производитель, но пока все производители одноразовой посуды, после того, как я выбрасываем список вопросов, которые я хочу задать, они уходят сразу, такие, нет, у нас времени, мы на производство мы вас пустить не можем, пока с этим у нас, ну, то есть, это тема про варки, то есть, по сути, в интервью мы даже, как бы, позаимствовали немножко название, есть такая на ютубчике прожарка, да, а у нас про варка, что тут у нас, ну, рубрика рекомендуем, это то, о чем я говорила, где мы рассказываем обо всех, кто связан с кофейной индустрией, мы просим ребят самих о себе написать, кофе, алкоголь, тоже, вообще, это моя любимейшая рубрика, мы там снимали несколько серий с ребятами, ну, сначала мы приходили в заведение, я просила, приготовьте мне что-то, они готовили, я снимала, потом мы просили уже непосредственно профессионалов, да, чтобы с нами снимали эти видосы, мы там с Дударем работали, со Слаственным работали, там еще с финалистом нашего видеофана, мы сняли тоже несколько, есть ребята, которые идут на встречи, но тоже, это типа кофе, алкоголь, он имеет предел, сколько там известных и неизвестных коктейлей, можно придумать с кофе, то есть рубрики есть, сказать, что там что-то выходит всегда в один и тот же день, нет, мы там за средой, мы закрепили эти все финансовые вопросы, по выходным у нас обычно какие-то шуточные опросы происходят, иногда серьезные, иногда шуточные, по воскресеньям мы всегда запускаем рубрику, рубрику еще на снеданок, все остальное у нас там варьируется, по мере того, вот как ко мне дзен придет, так я публикую. Как ты видишь канал через 5 лет? Через 5 лет мне будут звонить и такие, а ну Наталья, мы бы хотели написать статью на вашем телеграм-канале о нашем производстве, наверное так, ну пока не могу вам ответить, не могу вам сказать точно. Хорошо, топ-3 кофейн в Киеве, вот места, если бы, например, время, которое будет потрачено, то, что доехать до этой кофейни, было там 0, припустим, и вот в какую кофейню бы ты сейчас бы хотела заскочить, выпить кофе? Обязательно я бы зашла в кофе Миша, они меня сразили на повал, вообще мне у них очень комфортно, у них всегда вот это необычный кофе, и у них такой подход, приятный клиент, там обязательно я бы к ним зашла. Первый есть? Второй? Я люблю Рул, вот я их люблю, их многие там... Какую локацию или не важно? Не важно, почему, потому что в Рул я заезжаю, когда мы едем, я иногда езжу на тренировки в открытые воды плавать, и мы проезжаем как раз через теремки, к ребятам заезжаем на обратном пути. Ну, тоже, мне нравится их подход к клиентам, очень сильно. Я когда-то туда приехала к ним с подругой, они ей налили фильтр, она такая, «А сахарку можно?» Ну, они такие... Молока налить, не поздно. Да, люблю Рул. Ну, что люблю еще? Ну, у меня нету, наверное, топ-3. Мне нравится ходить еще в Firefinch, тоже, ну, потому что там красиво, там всегда вкусный кофе. Ну, и в такаву я люблю ходить, естественно, люблю ходить. В такаву, в идеале, я люблю ходить не за кофе, а за атмосферой, ну, там всегда прикольненько. 1900 я люблю. Кроме Киева, какие еще города в рамках работы с каналом пришлось посетить и какие места запомнились? Ой, слушай, была очень крутая поездка в Днепр, притом меня туда прицепом взяла компания, они ехали по своим делам, и мне тут руководство звонит, «Слушай, мы в Днепр едем, может, ты хочешь взять интервью у Феликса?» Я помню, я такая, боже, в поту думаю, я у Феликса интервью, господи, как, как? и я звоню Феликсу, и такая, я бы взяла, он такой, да, конечно, там чуть ли, чуть ли не завтра, чуть ли давай встречаемся, я такая с этим мандражом ехала Феликсу. Очень классное интервью было, у меня, знаешь, такая, всегда проблема с этими интервью, я вот у Феликса брала интервью, и последнее, которое брала у Слукина, то есть ты сидишь, и ты хочешь взять столько информации от этих людей, тут, а Телеграм-то тебе позволяет, там, три с копейками тысячи символов вставить в один пост, да, и у меня всегда проблема, потому что у меня все эти интервью растягиваются на три, на четыре под поста, поэтому вот мне запомнились вот эти, я запомнила свое первое интервью с Андреем Скепьяном, я тоже помню, я зашла, мне кажется, я села в кресло и сразу стала красная, и такая, Андрей, вы меня простите, это первый раз, я тут нервничаю, он такой, я тоже тут чуть ли не не первый раз, я тоже нервничаю, вот помню с ним интервью, безрог, да, Слукин, ну, я не знаю, наверное, всех не вспомню, но для меня каждый иудиалист, я брала тоже интервью, и в Радеяо, и с Радием, я помню, я там чуть ли не, мне помню, это тоже там, второй или третий раз я брала интервью, и все же набираю, потом, миссия моя, что, из аудио превратить второй или третий раз в жизни, нет, второе, второе, там мое интервью какое-то серьезное, знаешь, что сначала был Скипьян, потом тут Вради, ты такая, я пришла, там эта тусовка, знаешь, эти вот ребята такие, и я такая девочка, и я задаю вопросы, я понимаю, блин, им даже просто смешно с тех вопросов, которые я им задаю, понимаешь, то есть, как бы, ну, я многие интервью помню, я такая посчитала, что я уже около 30 взяла за эти полтора года, ты бы хотела бы открыть свою кофейню? Нет. Почему? У меня есть личная страничка, на которой я периодически высказываю свою точку зрения по поводу вообще профессионализма в нашей стране, знаешь, как это выглядит? Кто-то сидит и думает, блин, открыть кофейню, это так сложно, и у него вроде бы как ресурс есть, и он не открывает, потому что он понимает, насколько это сложно, и он понимает, что чего-то ему еще не хватает для того, чтобы открыть эту кофейню, а какой-то Вася Пупкин сидит дома, как ты говоришь, там сигарету закурил, блин, день работать, открою кофейню, и потом же такой же Вася Пупкин смотрит на то, что он открыл такую кофейню, и потом появляются вот эти вот, понимаешь, я их называю недобизнесмены, это мое личное мнение, возможно, оно кому-то не понравится, но я считаю, что вот это массовое открытие людьми кофеен, вот такими, как они есть, это не есть хорошо, кто-то мне говорит, что да, это классно, мы развиваемся, да, мы развиваемся, мы развиваемся не в том направлении, и каждый человек, не разобравшись в том, что как ее открыть, посмотрел на такого же, который не разобрался, я не считаю, что это правильно, ко всему нужно подходить, почему Прокофе до сих пор не открыл свою кофейню, у них, по-моему, вообще есть ресурсы, все, вот, пожалуйста, вот все оборудование у них стоит в офисе, в шоуруме, но почему-то же они этого не делают, тебе уже достаточно опыта, чтобы посмотреть на какое-то новое заведение и сказать, предвидеть его будущее, там, успешно ли будет проект, или, нет, я все-таки, я мечтательный человек, знаешь, я всегда везде захожу, мы были недавно в одном заведении, уже там столько техники, и я сидела, и я такая, вау, 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 а у меня есть товарищ, я его называю разрушитель мифов, и он такой сидит, так что вау, так а смысл, а окупаемость, а посчитай, а то, а все, мне все время кажется, что все, кто открывает крутые локации, они молодцы, и они долго протянут, но на моем счету есть уже несколько заведений, которые шумно открылись и тихо закрылись, я не оценю, нет, я даже тебе больше скажу, я не стараюсь прям на профессиональном уровне во всем разбираться, если я еще начну в этом разбираться, на персональном уровне, то телеграм-канал превратится в такой же канал, как и многие снобистские каналы, подпишут за те 60%, да, да, мы все-таки хотим внести больше информации в массы, что в кофейнях больше всего раздражает, и наоборот, что тебе нравится, вот возьмем эти вот последние такие красивые кофейни, которые открываются, я отоплю за кастоман сервис, я это очень ценю, правильный подход к клиенту, это в первую очередь, во вторую очередь, это конечно же кофе, но бывает тебе действительно принесли не очень хороший кофе, но если тебе правильно улыбнулись, правильно сказали, там, я не знаю, плюшку какую-то тебе к этому кофе принесли, то ты такой, ну, ну не сложилось, там у ребят сегодня со звездами, наверное же, не думают, что я могу пить и такой кофе, для меня важно все-таки обслуживание, атмосфера для меня важна, я не люблю, знаешь, какие кофейни, я не люблю маленькие кофейни, в которые пытаются впихнуть все, вот тут у тебя здорово, молодцы, что вы открылись, классно, что вы есть, но не нужно с этой маленькой кофейни делать все абсолютно, тут у них и витрина со сладостями, и с соленым, тут у них место для собаки, и для детей, и карандаши, и ты такой заходишь и думаешь, блин, ну все бы классно, но лучше бы вы как-то подумали над концептом и остановились на чем-то одном, поставьте уже эту миску для собаки, пускай на этом закончится, оставьте у себя там на столе эти карандаши, чтобы ребята знали, что можно взять карандаши ребенку порисовать, но вот эти вот все отдельные места, когда там кофейня 3 на 3, вот это мне не нравится, ну не знаю, я ответила на твой вопрос, да, да, я считаю, что в наше время нужно все-таки больше уделять внимание кастоменд сервису, потому что за клиентами все. Я очень сильно хочу, чтобы наши зрители больше читали о зерне и о кофе, о том, вот эта наша рубрика, о чем говорит зерно, я к очень многим ребятам стучалась, очень многие говорили, что да, напишем, но не написали. Я очень сильно хочу, чтобы конечный потребитель понимал, как растет это зерно, чего это стоит, как его обрабатывают, как он жарится, я очень этого хочу, потому что я как человек, который пришел в этот мир, я понимаю, что это очень интересно. Я когда сейчас своим друзьям рассказываю, что такое спешак, я когда им рассказываю про этих обезьян и слонов, которые едят, едят это кофе, я прям чувствую себя каким-то, знаете, миссионером, очень интересно. И у нас очень хороший пример есть, мы когда проводили первую премию о втором, у нас был первый финал, к нам приехала девочка из другого города, она тоже такая прям любит кофе, прям в нем разбирается. Мы когда отвезли ее на обжарку к Алене Сереге, у человека вообще в корне поменялось представление о кофе, она знать не знала, что он так жарится. Поэтому я хочу, чтобы наши читатели больше читали все-таки о зерне, о его истории, о методах приготовления. Еще же вот эта вот тема, как его правильно дома варить. Ну послушайте, ну мне когда начинают рассказывать, что я не на той кофемолке его дома варю, я такая, ну серьезно, вы хотите, чтобы каждый обыватель купил себе домой кофемолку за 100 долларов? Ну серьезно? Они тут только спешак начали недавно покупать. Вот этот вопрос меня тоже волнует. Я бы хотела сделать обзор на кофемолке, доступной до конечного потребителя. Очень хочу. Я хочу показать конечному потребителю, как можно дома варить кофе. У нас была совместная попытка с школой кофейного бизнеса, мы запустили этот курс, там была какая-то смешная цена, в районе, по-моему, 400 гривен. Сложно было, то есть мы не набрали там большое количество людей, там пришло человек, по-моему, 7-8, из них было 3, это победители нашего розыгрыша, или 4. То есть я вот такие вот вещи хочу, чтобы люди читали и смотрели. И думаю, что чем проще человеку рассказать о заварке кофе, тем больше они же потом и кофе будут покупать хорошего, качественного. А то, когда начинается... Да, да расскажите им, что вам нужно в чашке его заваривать, и все будет нормально. И будете вы дома пить вкусный кофе. Это ж, послушайте, мне когда говорят, ой, я вот этим вот методом дома кофе завариваю, какие? Ну, вот этот кофе по-польски. Я говорю, в чашке. И вот все люди думают, что это неправильно. Блин, так это правильно. Вот это до людей нужно доносить, что в турке варить дома, это тоже правильно. Как ты варить кофе дома? Вот так вот, в чашке. В чашке? Да. А дальше? Ну, ты слез. Вот так просто по методу каппинга? Ну, да, метод каппинга. Я не знаю, я беру у меня, я беру 12 грамм кофе, смалываю на обычной, самой обычной ше кофемолке, вот эта, которая, Сатурн. Она у меня такая есть, извините. Которая роторная? Ну, вот так вот она крутится, крышечка только нажимаешь, ну, такая там смалывает тебе все. Я заливаю все это мероприятие водой, 200 миллилитров. У меня получается, блин, мне вообще шикарно, мне вкусно. У меня есть дома джезва, я иногда варю в ней тоже кофе, безумно люблю с грейпфрутовым соком, я выдавливаю себе фреш грейпфрута, делаю себе такой микс, пью тоже все прекрасно, до сих пор жива, полтора года занимаюсь кофейной индустрией, полтора года думаю о том, что может домой нужна фильтр кофеварка, кофеварка, меня все бабич склоняет, есть модель, на которую я смотрю, я такая каждый раз думаю, боже, куплю, буду опять целый день пить этот кофе. Хорошо, а какой именно кофе ты в кофейне заказываешь? Фильтр, чаще всего я заказываю. Прямо полюбила я его, я помню свой первый фильтр, я, значит, меня привез, привез Денис Сирко на обжарку к ребятам вру и приносит мне, значит, этот кофе вот в таком же просраченном стакане и дает мне такая странная американа, очень странная, вообще непонятно это было американа для меня и потом я уже такая, блин, фильтр, это круто, это классно. Спасибо большое за интересный рассказ, наконец-то все прояснилось, откуда, зачем, почему, для кого, потому что для меня никогоисты, что-то пишут, кто за этим стоит, кто такая Наташа, человек из кофейного мира, это когда-то бывшая Бориста, это просто журналист, сейчас, по крайней мере, все понятно и я очень надеюсь, что после этой встречи мы все-таки поставим некоторые точки на три, потому что легенд о телеграм-канале существует очень много, очень многие нас упрекают в том, что мы берем деньги за рекламу, мы пока не берем деньги за рекламу, но я над этим работаю, так что, ребята, подумайте, пока рубрики еще бесплатные, есть смысл. А по поводу коллабораций очень интересно, почему? Потому что мы тоже направлены на то, чтобы обычного потребителя кофе, который утром пришел на свою кухню, в котором есть обычный чайник, электрический, без вот этого, там, циферок, просто чайник, у которого есть там какая-то маломальская посуда для заварки кофе, вот для таких людей мы создаем свой контент, я не говорю там про будни обжарщика, я больше про кофейный блок сейчас, это там, где мы больше пересекаемся, и нам интересно воспитывать, ну, не тянуться за, не бежать и удивлять, и радовать кофейных хипстеров, как мы называем, а показать, открыть мир прекрасного кофе для обычного человека, и показать, что это не так сложно, не обязательно тратить десятки тысяч гривен, какие-то, я уже другой интервью, все, пока, спасибо, и вам спасибо,